Добрый день, дорогие телезрители! Добрый день, Ирина! Очень рад быть с вами на этой передаче. Ну, а мы как рады вас видеть у нас в студии, в нашей новой студии. Доктор, ваш слоган звучит «Лечить надо больного, а не болезнь». Что это значит? Да, многие запутываются в этом, потому что не каждый сразу понимает смысл, что я имею в виду. Но это не только я это имею в виду, этот слоган появился уже очень давно, но и он в действительности очень много значит и имеет очень большое значение для тех, кто понимает и врачевание, для тех, кто понимает пациентов, для тех, кто понимает вообще, что происходит в психологии врача и больного. Поэтому в действительности нужно лечить больного, а не болезнь. У каждого больного болезнь ведёт себя по-разному, а человек остаётся человеком одним и тем же. Вы относитесь к числу докторов, которые широко смотрят на проблемы болезни и больных, и, в общем-то, не останавливаетесь только на традиционных способах лечения. Вы также применяете и альтернативные, и другие способы лечения. Я знаю, что ваш офис как бы специализируется на внутривенных вливаниях. Да, инфузионная терапия – это есть внутривенные вливания, которым я пришёл уже много лет назад, и очень доволен, что так случилось в моей жизни, потому что я всё время искал какие-то методы ещё, которые могут помогать моим пациентам, и вот одним из таких методов я нашёл инфузионное лечение. То есть препаратами, методом внутривенного вливания, методом внутривенных инфузий лечится масса состояний, которым нет такой поддержки, нет такого лечения другими методами. Это как профилактика действует или это излечивает каких-то заболеваний? Это действует, можно сказать, даже в трёх направлениях. О третьем я не скажу, но в двух – это в первую очередь это лечение. И масса состояний, которые случаются сейчас, такие как кожные болезни, болезни иммунной системы, инфекции различные, особенно вирусные инфекции, сердечные, коронарные болезни – это как лечебный метод. Есть состояния, где используются внутривенные инфузии, как вспомогательный метод. Например, это различные злокачественные опухоли хорошо отвечают в качестве вспомогательной терапии с внутривенным инфузием, с различными веществами. Я хочу, чтобы поняли вы и зрители, что это не просто водичка заливается с какими-то витаминчиками. Это не так. Это, к сожалению, понимают так люди, потому что никто в это не вник. Но это вводятся вещества, которые имеют очень сильный лечебный эффект. И поэтому они используются в определенных назначениях. И профилактически это тоже используется для улучшения состояния иммунной системы. Это используется и как острое лечение для таких состояний, как тяжелые, скажем, вирусные инфекции, где момент интоксикации очень сильный, и внутривенные инфузии при этом помогают. И я только поясню, что некоторый объем вот этих внутривенных препаратов, он различный. Это большие дозы витамина С, которые я использую. И весь секрет мой заключается в том, что я знаю, какие дозы и когда использовать и как. Это такое вещество, как перекись водорода. И тоже это я знаю, как это приготовить и как это использовать. То есть в каждом конкретном случае вы подбираете для пациента свой собственный раствор, свой собственный состав? Да. Да. До каждой болезни в этом случае, не до каждого больного, до каждой болезни идет собственный состав. И это очень-очень хороший, удачный метод оказался для меня. Надеюсь, что пациенты, которые смотрят нашу программу сегодня, обратятся в ваш офис и получат более подробную информацию о тех методах, которые вы применяете. Безусловно. Я знаю, что в последнее время, последний год буквально, вы занимаетесь еще одним направлением медицины, так называемым медицинским туризмом. Вот в чем его суть и чем он отличается от обычного туризма? Это спасибо за этот вопрос. Это действительно стало моим новым увлечением. И благодаря доктору Погребинскому, с которым я стал очень дружен, и от которого я очень многому учусь в том плане, как и что делать в разряде медицинского туризма. Это такое, оно уже не совсем новое течение, оно уже относительно, даже старое в Европе, это применяется уже десятилетиями. Оно просто, мы его не назвали правильно, там это называется различное, спа и все, но и медицинский туризм в том числе. То есть задача этого медицинского туризма заключается в том, что одновременно люди могут получить лечение, люди могут посмотреть страну какую-то необычную и могут отдохнуть. То есть сочетание приятного с полезным. Это абсолютная правда, приятного с полезным. Сочетание очень хорошо. Как бывает, что люди вот едут на отдых, а этот отдых превращается в какую-то обжираловку, какие-то сны бесконечные, алкоголь. И все это не дает того правильного отношения к этому и получения результатов, на что, в принципе, все рассчитывают. Мы с доктором Погребинским обследовали много, много мест. Немного, это нескончаемое количество мест. Но мы с ним посмотрели такие места, как Коста-Рика, такие, как Мексика, такие даже у нас в Америке, и Флорида, и Колорадо, в Калифорнии, и в Северной Америке есть потрясающие места, где можно все это получить. То есть и медицинское обслуживание, и обследование, и отдых, и очень хорошие осмотры достопримечательностей. Доктор, скажите, когда вы отправляете, например, человека на операцию в такие места, где он, наверное, может получить эту процедуру гораздо более дешево, чем, скажем, в Америке, вы знаете, к какому доктору вы отправляете, к кому он едет, и где он будет проходить вот это лечение? Да, это очень большая тема, которую мы серьезно изучили и познакомились с теми и местами, где операции различные проводятся, и хирурги, которые это делают, и весь обслуживающий персонал. То есть мы не то, что никто не может ничего гарантировать, но мы гарантируем во всяком случае то, что это будет сделано честно, правильно и хорошо. И это очень важно. Эти слова имеют большой вес, когда касается кого-то, чтобы произвести какую-то операцию, произвести какое-то лечение, потому что это важно. Люди живут всего лишь один раз. Доктор, ну кроме того еще, я думаю, что наших телезрителей интересует и доступность в цене каких-то процедур. Если, например, в Америке такие процедуры стоят, ну скажем, недешево, то за рубежом аналогичные процедуры или похожие процедуры можно получить намного дешевле. Так ли? Ну, это в действительности правда. Я о самих ценах говорить не буду, не буду называть цифры, но такая статистика, которую мы получили, которая имеется, это в районе 50-70% дешевле, чем аналогичные операции делаются в Соединенных Штатах. И это не значит, что дешево, значит, похуже делается. Нет, это совершенно не так. Это просто другие страны, другие экономические условия. А врачи имеют очень хороший тренинг в различных странах и имеют опыт, и места, где проводятся операции, оснащены очень хорошей техникой. Просто экономика в тех странах такова, что можно это все делать значительно-значительно дешевле. Но это не ущемляет никакой, никакие возможности хирургов, не уменьшает возможности хирургов что-то недоделать или сделать не так. Это в действительности очень хорошая техника, правильные условия и очень хорошие результаты. Джозеф, я вас знаю не первый год и знаю, что, недавно побывав в Мексике, вы вернулись, ну, просто преображенным. И трудно было поверить, что это тот же самый человек. Вы прям светились изнутри и сейчас продолжаете светиться. Вот что случилось в Мексике и почему такая перемена произошла у вас? Что случилось, я не могу объяснить, если бы я мог объяснить. Но в действительности случилось что-то чудесное со мной, от чего я и преобразился, и почувствовал себя лучше. И самое главное, что я себя почувствовал ментально лучше. То есть я как-то понял, что есть аспекты жизни, которые могут и должны доставлять удовольствие. И я это пытаюсь передать и моим пациентам, и моим друзьям, и моим знакомым. И всем, знаете, не держу это для себя. Если я познал такую радость и счастье какого-то, исцеление, то я хочу это поделиться всеми, и кто слушает, и кто передаст. И я очень рекомендую всем внимательно и хорошо, во-первых, посмотреть на такую страну, как Мексика, где я это все увидел, и подумать, как провести там время. Какое же это место? Что же это за место? Мексика-то большая, в принципе? Мексика большая, но это на юге Мексики, недалеко от Ривьеры Майя. И там в этом месте вот эта вся религия Майя, и существует, и все ее поклонники. Все там. Религия, кстати, где нету богов, где только есть вера в землю, и в воздух, и в огонь, в природу. Вот такие вот вещи. И они как-то помогают. Я увидел, что этим людям они помогают жить. Люди как-то по-другому себя ведут, по-другому улыбаются, по-другому живут. И им хорошо. Мне показалось, что им там хорошо. Почему не может быть хорошо нам, если мы туда хотя бы поедем на неделю, на две? Ну, а вот если делать такой отдых, сочетаемый с какими-то там, может быть, с какими-то процедурами, сколько раз в году вы рекомендовали бы пациентам появляться в Мексике? Ну, это еще не накатанная дорога. Сколько? Ну, я знаю людей, которые едут туда два раза в год и один раз в год. Ну, я считаю, что, может быть, один раз в год – это минимум, когда нужно поехать. Но одна вещь, которую ни я не сказал, ни вы, что там есть еще один такой момент медицинского туризма, что это замечательное место для осмотра достопримечательностей. Там очень, там фантастически красиво и необычно для нас. И очень здорово это. И второе, что там есть еще и такое направление очень старое, но оно теперь очень новое. И называется это целительство. Я не хочу говорить слово «шаманство», потому что оно… Оно пугает нас, да. Ну, традиционно имеет нехорошее значение, что, в принципе, совершенно не так. Это очень образованные люди, шаманы, которые обучаются, которые живут определенную жизнь. Вот там есть это целительство, которое многие состояния очень хорошо излечивает. Но особенно хорошо это действует на состояние души, то есть люди, у которых есть какие-то депрессии, у которых есть такая неудовлетворенность жизни. Вот вид на жизнь в этих местах и общение с шаманами и с целителями, и с их ритмалами приносят облегчение, такое спиричуальное облегчение, и дают энергию спиричуальную. В общем, такие вещи, которые все ищут, но… Но не все находят. И не все находят, и не знают, куда пойти. Ведь у нас очень большая проблема, что многие не знают, что им делать. И вот это «что делать?» вопрос очень старый, ответов нет таких. Это одно из вещей, что если кому-то хочется знать, что ему делать, то я бы мог посоветовать поехать в Мексику, и там можно сразу же понять, что делать, и как делать, и зачем. Это второй аспект, что это и туризм, и это лечение многих состояний. Причем и третье, что это и отдых тоже. Места, где мы бывали, которые собираемся очень популяризировать, находятся просто на берегу океана. И там можно и отдыхать, и купаться, и спать. Рыбацкие поселки. Ну, в общем, очень интересно. Я знаю, что даже кухня прямо из моря рыбу вылавливает. И готовят тут же на берегу, да? Да, да, да. Чудесно. Это очень здорово. Это можно мечтать, но самое главное, что во всем этом заложен другой спиричел дух. То есть это места, то, что нужно людям. Нужно людям очиститься, людям нужно начать мыслить ясно, людям нужно отдохнуть, и людям нужно некоторое состояние свои вот просто подлечить такими безвредными, но очень успешными методами, которыми лечат целители. Скажите, пожалуйста, доктор, а всем ли показан такой отдых? Может быть, кому-то он противопоказан? Ну, я думаю, что это показано всем. Конечно, транспортировка, то есть попадание к этим целителям очень затруднено, потому что к ним нужно далеко ехать. Они имеют очень большие приемы, и вот эти переезды, это немножечко неудобно. И мы пытаемся их объединить в том центре, где мы будем, чтобы целители приезжали и оказывали кому нужно вот такое лечение. Но, в общем, любой человек может туда поехать и получить удовольствие от такого отдыха. Джозеф, что бы вы посоветовали телезрителям, которые смотрят нашу программу, вот как себя вести в жизни, как относиться к жизни, у кого лечиться, что делать, какие методы применять, традиционные, нетрадиционные, медицинский туризм. Может быть, кому-то нужно просто дома сидеть и медитировать. Как вы относитесь? Это может быть, Ирочка. Это вопрос намного сложнее, чем ответ на него. И над этим мечемся все мы, и вы, и вообще все люди. Как жить, и что делать, и когда что делать, и с кем, и зачем вообще. И это каждому только нужно наедине с собой подумать, решить, выбрать. И самое главное в своем выборе быть уверенным. Если ты что-то выбрал, ты должен это делать, и понимать, и знать. И в то же самое время быть отзывчивым каким-то моментом, которыми тебе, кто-то тебе пытается подсказать, как бы и что, быть на это, что называется по-английски, иметь открытый ум, быть open-minded, на то, что тебе кто-то может предложить. Но жить трудно, никто не сказал, что легко. Особенно трудно жить в болезни. И это важный момент, который я все время хочу принести, что все должны как-то получить какое-то чувство, чего же ожидать от болезни. Как с болезнью жить? Как жить с людьми, которые больны рядом с тобой? Что нужно делать и как? Как общаться, как обращаться? Этому аспекту вообще жизни занимаются этим аспектом психиатры, психологи. И этим занимаются целители тоже. Но что делать? Каждый должен выбрать за себя. Это очень трудно. Очень трудно. Но нужно иметь силы и дух. Вот что можно получить, например, в Мексике. Что можно получить от общения с каким-то искусством, с какими-то людьми. Это нужно использовать. Это то, что люди должны использовать. И не стесняться сознаться себе и другим, что что-то с ними может быть не так. Дорогой доктор, спасибо вам большое за интервью. Я надеюсь, что во всяком случае после сегодняшнего эфира наши зрители поймут, кому можно обратиться за советом в случае надобности. Спасибо большое. Всем здоровья. Дорогие друзья, это была программа «Бизнес-клуб». Сегодня у нас в гостях был доктор Джозеф Клейнерман. Оставайтесь на канале НТВ Америка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продюс�네